С Новым Годом, мазафакеры! Это Дава Дым и сегодня у нас на обзоре кальян Даппер из Краснодара. Давайте, собственно, разберемся, что у нас такое и почему он такой дорогой. Сразу, наверное, начну с негативных моментов, пока у меня греется чашечка, расскажу. Первый негатив, который у меня появился к этому кальяну, это, скорее всего, халатное отношение производителя к своему продукту и, в первую очередь, к своим покупателям. Почему, значит, пришел он ко мне в коробке в обычной, то есть, ну, не какой-то фирменной, но, скорее всего, под мини ее еще нет. Это все хуйня. Я начал его мыть перед тем, как покурить. Думаю, дай-ка помою его хорошо, перед тем, как нормальненько раскуриться на нем. Я столько с него стружки вымыл. Это просто вот такие вот кольца стружки, мелкие стружки и, как бы, ну, ты понимаешь, блядь, что это не табачный лист, который тебе не навредит, что если он попадет к тебе в организм. Это металл. И я вымыл с кальяна херовую тучу этой стружки просто. Поэтому сразу обращусь, наверное, к производителю. Чувак, мозги не ебей, бать, мой нормальный кальяны перед продажей. Потому что есть люди, которые сразу начинают тянуть. И вот эта стружка им нормальненько так может расхуячить гортанька-то. То же самое у меня было и с кальяном РФ. Фениксом вроде, или не Феникс, из Нержия. Тоже вытащил с него целую хучу стружки. А теперь погнали обзор. Как я и говорил, с самого старта у меня к этому кальяну появился какой-то негатив в плане маленьких вещей. Но иногда вот эти маленькие негативные вещи, негативные эмоции, портят общее впечатление о кальяне. Начнем, наверное, с самого верху и пойдем вниз. Мне очень понравилась блюдца. Блюдца реально очень хорошее, хорошо обработанное, без острых углов. И то есть ты себе явно не оставишь порезов после использования данного кальяна. Так, что касается коннектора под чашку, он тоже грамотно сделан. У него очень правильная такая форма. И самое главное, он такой текстурный, он ребристый и резинка на него просто садится очень плотно, нежели чем когда очень сильно полируют коннектор под чашечку. Идем дальше. Что у нас есть? У нас есть сама шахта, то есть элемент шахты. Все это выполнено из нержи, очень хорошо обработано. Есть здесь такой маленький декорчик, типа радиатора, не знаю, да? Есть основание с ебучей этой горизонтальной, вертикальной продувкой, да? Мне вот честно, вертикальная продувка не очень нравится, потому что на таком хорошо обработанном, полированном металле, да, то есть вот этот весь сок каши, которая скапливается, она потом начинает течь, как просто мразная проститутка, которая не мылась неделю, понимаете? и прям такой сидишь и думаешь, блядь, а вот только эти мне нравятся, не нравятся, мне это вертикальная продувка. Здесь есть две дырки, то есть, да, именно две дырки, да, у нас в основании есть две дырки, то есть, два на продувку и три дырки, и один на клапан, но смысл так заморачиваться с основанием, если твой кальян все равно не продувается за счет даже этих халил-мамуновских дырок и всей этой технологии, да, давайте, собственно, продемонстрируем это. Вот, у нас есть дым в колбе. Теперь давайте его, собственно, продуем. То есть, примерно нужно четыре-три прям хороших таких выдоха, да, чтобы продуть колбу. Это, ну, не имеет смысла. Это то же самое, что иметь девушку с двумя охуенно расположенными дырками, да, но при этом иметь фрик, но при этом, чтобы, что она фрикидная, то есть, смысла от этих дырок нету. Также и в данном кальяне. Я считаю, что своей продувкой он фрикиден. Идем дальше. Что касается погружной шахт. Сделана она очень круто. У нее очень прикольный диффузор. Диаметры, конечно, здесь немного большие. Хотелось бы, чтобы они были чуть-чуть поуже. Диффузор, то есть, регулирующий тягу я прокуривал с поднятым диффузором и сейчас с закрытым диффузором и разницы, в принципе, никакой нет. Что касается самой колбы и, собственно, системы резьбы и крепления шахты колбы, как это правильно сказать. Выполнено все очень круто. Спираль толк, то есть, спираль большая, не нужно полчаса крутить этот кальян, чтобы он закрутился. Ничего не скрипит. Также имеется здесь резиночка. Такая же резиночка есть еще и в дополнительном комплекте, то есть, такой ремкомплект, если эта резиночка износится, потому что ее прям прижимает там хорошо-хорошо, то у тебя есть дополнительная, запасная. Также есть шарик клапана. Почему он только один, непонятно. Скорее всего, производитель считает, что в клапане теряется только один шарик, а не два сразу. То есть, ты теряешь два, но один ты в любом случае находишь, да? Так, что касается порта под шланг. Из-за того, что резьба очень такая хорошая и не заедает в данном кальяне, да, то он постоянно норовит раскрутиться. Вот он прям раскручивается и раскручивается. Коннектор выполнен на притирочках с вот таким вот основанием на шланге, то есть, да, вот коннектором на шланге. Вот так втыкаем и нет проблем. Дальше. Сам мундштук. Он с такой же сделан визуальной штучкой, то есть, с таким оформлением, что же то же самое, что и на шахте у нас. Мундштук очень хороший, увесистый, прикольной формы. Есть маленький, имеет маленькую ступенечку для мундштуков. Ну, а сейчас эра силиконовых вот таких вот штучек прикольных. Ну, если для себя, конечно же. Теперь давайте поговорим о его качествах. Курится он реально хорошо, но продувается хуево. Никаких таких больших дефектов на нем нет. Сталь просто обработана идеально, идеально. Но его цена вроде 14-15 тысяч рублей за модель Dapper Mini, я считаю, это очень дорого. Прямо, реально дорого. цена неконкурентоспособная и она прям выводит тебя в премиум, в премиум сегмент, который не может себе позволить среднестатистический курильщик кальянов. И отсюда собственно возникает вся проблема, почему даперов так мало в стране, почему про него вообще ничего не говорят, потому что люди не могут себе его позволить, люди лишь только на него смотрят. Так, что еще хотелось бы сказать? Если прям конкретно-конкретно доебываться, то сильно отполированная вот эта сталь нержа, она дико оставляет следы, то есть блюдце нужно прям реально чуть ли не микрофиброй протирать насухо-насухо, а потом это еще-еще просушить феном и заново вытереть. И больше к этому не прикасаться, потому что следы остаются конкретные. В целом кальяну я бы поставил хорошую оценку, если исключить маркость его хуевую фригидную продувку, хотя вроде бы все для этого есть. Есть хорошее основание с хорошими отверстиями, вроде сделано все правильно, но он выдывает лишь только верхнюю часть. Возможно вся хуйня связана именно с колбой и ее формой, но колба здесь прикольная, красивая и если примерно посмотреть, вот примерно набросать, то это такая вука, российская вука, я про этот кальян не говорю, как его мистер вуд, а вот именно про дапер. Очень прикольно, хотели скорее всего обыграть все этот сегмент, но получилось очень дорого, если вуку мы покупаем, потому что она охуенная, из-за нее неохота переплатить, из-за нее да боже, что со мной происходит, то за нее ты готов заплатить 18 тысяч, но это связано скорее всего с мейнстримом, у всех вуки, все пишут как я хочу вуку, если все начнут писать как я хочу дапер, дапер пиздатый, ребят, вот я дапер себе купил, то люди не будут жалеть 14 тысяч за дапер, но российский рынок сам виноват, да, ребят, вы сами виноваты, то что вы не можете продавать свои кальяны, вы же сами пытаетесь демпинговать эти цены, да, пытаетесь делать дешевле, 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 но потом, когда вы выпускаете, а, вначале вы выпускаете первую модель, вы понимаете, что нужно продавать ее почти в себе стоимость, да, нужно хотя бы как-то отбить, вы отбиваете и ставите, допустим, цену за нее 7 тысяч рублей, потом вы делаете реально качественный кальян, вот охуенный, за который вам не будет стыдно, вы ставите на него цену 12 тысяч, но его уже никто не купит, потому что ты вначале был сам виноват в том, что поставил за свой кальян 7 тысяч рублей, а люди привыкают к дешевому, всем пизда просто, поэтому, даперу, конечно, не повезло, потому что кальян реально хороший по обработке, как он сделан, хорошо прикрутив его, то почти не остается расстояния и это такая монолитная, монолитная вещичка, ну и собственно, что еще про него хота сказать, по диаметрам, диаметры, я считаю, что они большие и нужно сделать поуже, будет очень круто, если у него будет такая чуть-чуть легче классической тяги, тогда будет все кайфово, то, что у него фрегитная бродувка, это реально, да, я вот когда прокуривал, я думаю, бля, ну вроде две дырки есть, расположены нихуево, диаметр у них такой узенький, хороший, да, должно продаваться все супер, но от этого никакого кайфа вообще нет, что касается вот этой плавности резьбы, да, очень круто, но у меня мундштук постоянно в ней прокручивается и просто коннектор под шланг норовит выкрутиться и выпасть и потеряться, блюдце, я бы ей больше дал бы угля, ой, больше дал бы угла, потому что у меня вчера падал уголь и он прям мимо блюдца упал, потому что отконнектился, отконнектился, блядь, вообще мыслями собраться не могу, отрикошетил, ну и в принципе все, это такой минималистичный дизайн для дома я бы, ну, посоветовал, не знаю, если у тебя есть такие бабки, нищеброд, что еще про него сказать, даже не знаю, больше негатива, больше как бы позитива, да, нужно сказать, я думаю, чтобы было интересно, а то все негатив и негатив, вы, наверное, привыкли, что я все как бы хвалю, хвалю, ну, короче, как-то так, это краснодарский кальян-дапер, вроде все минусы я озвучил, важные для производителя, вы, наверное, какую-то оценочку себе нарисовали, нужно покупать его, не нужно покупать за такие деньги, но, честно, я бы купил бы его и не обращал бы внимания на все эти негативные эмоции, и только вот проблема, надо было уточнить, сколько стоит отдельно колба, если вообще отдельно колбу, потому что она может разбиться, хотя при этом дно у нее довольно-таки толстое, дно такое прям хорошее, но стекло есть стекло. Кстати, ребят, мы все потеряли этот тренд боросиликатного стекла, вот интересно, сейчас до сих пор делают боросиликатные стекла в колбах, или же обходятся более качественным и хорошим, более качественным и хорошим стеклом, непонятно. Поэтому это да, дым всех с наступающим, либо уже с прошедшим Новым Годом, либо уже с Новым Годом, я не знаю, когда выйдет этот выпуск, так что подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, что вы думаете об этом кальяне, и, собственно, всем пока, берегите свои яички, и не допустите, чтобы ваша девочка стала фрегитной. чтобы ониglich,